я я включила не знаю что сказать альберт что говорят таких случаях все подряд что в голову придет да да короче говоря я хотела начать с того что вроде бы как хочу что-то снимать да но в то же время хочу сделать паузу вот так вот хочу сделать паузу потому что очень апрель такой многозадачный выступление за выступлением репетиция за репетицией и немножко не хватает сил и наверное даже эмоций на то чтобы все это выдержать вынести и отработать на 5 плюсом так скажем альберт говорит на меня весна что ли так действует настроение говорит веселая тогда до лета то осталось 7 недель 7 недель и все мне 6 не 7 и мы в паровоз и поехали куда такая классная кстати тепло до комфортненько так вообще дышать легко не зря мы пошли пешком время 10 вечера мы оставались 5 девочками на репетицию у меня сплошные репетиции за репетициями садики репетируем потому что на конкурсе выступаем на следующей неделе уже пятницу и потом через две недели на отчетном концерте я выступаю с клиентками короче говоря у меня сейчас практически тренировки можно сказать каждый день где плюс 10 еще немножко и будет плюс 20 я за этот учебный год очень вымотанная и очень уставшая устатая по-другому как сказать по-другому не скажешь очень устатая сил ну правда вот прям реально вот из последних сил уже тянешься сам себе поднимаешь настроение на позитив себя выводишь но все равно иногда просто садишься и тупо смотришь в одну точку тупо втыкаешь потому что как это состояние когда глаза встают я его называю глаза встали когда не хочется даже шевелиться и вообще даже даже глазами не хочется шевелить а все потому а все потому что когда прошлом году я съездила в отпуск и вышла на работу мы считая отработали я отработала с августа по апрель и не было в отпуске даже неделю не брала если в прошлый год я помню что я брала неделю феврале я прям недели брала именно для того чтобы перезагрузка произошла и уехала на море помнишь да альберт мне кажется мне кажется альберт меня не простит этого никогда потому что я уехала в его день рождения когда я уехал 25 24 у него 26 было день рождения и он мне сказал у меня впервые в жизни такой день рождения что я дома просидел один сам с собой было скучно грустно и тоскливо поэтому я понимаю что я совершила ошибку ошибку в том что я не взяла на несколько дней попозже допустим этот же отпуск ну ладно исправилась уже исправилась вот и второй то раз мы с ним ездили в апреле две недели я брала отпуск и я хорошо пережила тот год вообще а потом у меня еще летом был отпуск оставшиеся три недели и мне было легко и комфортно в этот раз я как загнанная лошадь как начала в сентябре в августе и вот до сих пор пашем 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 в новый год это не считается новый год это приездил по октябрете это были выходные суббота воскресенье а имеется ввиду что прям целую неделю отпуска или две недели отпуска поедем скоро поедем через полтора месяца не ваш время как насколько быстро идет полтора месяца мы с тобой уже в паровозе паровозе я люблю называть поезд паровозами не надо меня исправлять меня многие тут пытаются исправить я люблю так говорить мои весы мне сегодня сказали что я поправилась на два килограмма причем за неделю это видимо так стресс заедаю заедаю и заедаю чем это какой-то ужас время 11 час вечера мне надо идти спать а если вы ем сладкое давайте запиваясь это кефиром надо если захочу я возьму себя в руки я скину эти два килограмма блин он не так бесят мне так раздражает эти два килограмма на весах и на животе я сразу их вижу сразу лицо так а худое остается лучше все кино росли пятница это пятница это я я еле волоконоги погодка прекрасно тепло градусов 10 наверное вообще очень хорошо дождик видимо шел ночью потому что я утром встала все стекло в каплях дождя небо все в тучах усталость уже хроническая смотрите какое небо усталость уже хроническая я не знаю как с ней бороться какие пить витамины я кое как сегодня проснулась кое как можно сказать и себя заставила сегодня встать ничего чувствуешь и не вот это делают неужели тяжело было донести до мусорки это можно немножко поверчу с утра пораньше 1 пятничка суббота воскресенье и каждый день что-нибудь до дни расписаны по минутам короче говоря вот как-то так вот она доброе утро субботы конечно нападет кушать не знаю выспалась или нет но организм хотя бы на стадии какой-то легкой отдохнуть жить но этого мало я хотела уехать на два дня хотела взять понедельник вторник и меня не отпустили душа болит в горле ком меня не отпустили мне сказали работать некому работайте рабы ладно встаем умываемся завтракаем идем на тренировки на репетицию потом поедем в екатеринбург сына хочу к сестре сестру не виделась в сентября месяца так что день сегодня пролетит опять как двумя пальцами щелку альберт привет вот так короче мы едем екатеринбург я загнала себя клиентов взрослых детей отрепетировали мы все 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 я довольная счастливое настроение на сто процентов поднялось короче вот это парк у нас стоит военная техника здесь мемориал я как-то показывал уже у нас буквально наверное неделю или полторы назад сюда заехал водитель ночью на фуре снес фонари скамейки но видимо уже все восстановили ты чё не знал новостях это показывали он ночью перепутал он очень перепутал дорогу и заехал прямо вот сюда протаранив всего это а вот да наверно не знаю но скорее всего что это все вот сейчас уже восстановили но это было конечно событие года и самое главное видео кто снимал любители они снимают что он ехал не останавливался он вот он неужели он не понимал что он заехал на территорию парка да он ехал не останавливался штраф наверное наложили что ему могли сделать но видимо вот не прям вот сюда скорее всего потому что если бы сюда он бы вечный огонь снес вечный огонь как видите на месте не знаю с какой стороны идем дальше бегу и все время тороплюсь как ненормально пять минут ну блин вообще не на пол четвертого назначена иду навстречу альберту он у меня где-то около веермола кофе пьет я ходила к человеку общалась разговаривала по поводу своего скажем так душевного состояния по поводу того стоит мне менять работу или нет ну в принципе вот ну в принципе я услышала то чего я и ожидала то про что я и думала надо разобраться в себе надо перестать беспокоиться так вот следить за питанием за образом жизни короче говоря выкинуть всех тараканов из головы вот так вот а тараканов в голове вы ее сколько много вы даже не представляете знаете я вышла от человека от этого и такое солнышко когда я ехала была такая пасмурная пасмурная погода я бы не сказала что было тепло вид конечно я вам показываю грязюка ну ладно я же так просто разговариваю виду короче вышло так тепло солнце светит но это только знак потому что все будет хорошо все в моей жизни будет хорошо как мне сказали у тебя все хорошо все как надо все ровно чё ты беспокоишься что ты переживаешь все время чё ты все это крутишь успокойся расслабься и все будет хорошо сама себе сама себе на придумала как знаете детям говорю сам придумал сам обиделся но в принципе так оно и есть вот так вот смотрите какой красивый район домики как коробочки как шкафы мне нравится очень нравится застройщик у гмк прикольно вот чтобы не говорили мне нравится все равно вот эти районы с многоэтажками многие мне говорят там деревня травка а я люблю вот эти муравейники с удовольствием бы жила бы в одном из них вермол какой грузовичок милый альберт сказал здесь где-то концерт идет это что делает мороженое как интересно а это мороженое прикольно как интересно ой давно я здесь не была детки катаются сколько я с сестрой в прошлом году здесь гуляла потолок и небо видно сейчас где-то а вон идет я ему позвонила мне пытался объяснить когда сюда когда него добраться как его встретить быстрее разобрался чем я идиоты шагивает душевный мой мальчик душевный мой ребенок устал ходить ну и как тебе магазинчик поесть даже не сейчас пойдем есть к сестре к моей только кафешку нашел кафешку небольшие о фон дэй нам туда не надо он закрывается ну давай сходим через 5 минут закрываем я хочу фон дэй пойдем что-нибудь посмотрим там клевое он мне не дает ходить по магазинам ладно нас Лена ждет пловом кормить пловом кормить и вино пить пойдем по стеклянному полу пройдем он не прозрачный? мы ходили тут в прошлом году был прозрачный пол каких женщин в смысле голых ну-ка пойдем посмотрим а этих бодибилдеров или как не накачанных нифига себе тетя какая здоровая где она ушла куда-то вот это спина у нее вот это руки хорошо она подкачалась так боишься что я уроню? обалдеть какая тетенька ну ладно чему я удивляюсь пошли дальше раньше здесь пол прозрачный был прям видно было все он прозрачный а он прозрачный да просто стекло темное а такое ощущение как будто плитка черная да ладно пошли ладно пошли я тебе поздравляю что благоделие будет вкусная точка и там гости стоит возмущается ребенок мой возмущается его тут не накормили оставили голодным а то что мы едем сейчас идем в гости есть плов тебя это вообще никак не волнует он голодный он есть хочет смотрите какие малышечки малышечки левел пик ап шестьдесят девятого года машинки чё? я не видел фудкорт есть ааа ты не видел я ходил туда он не видел что там полностью фудкорт вообще полностью хот-дог вкусная точка крошка картошка лох да я нет шучу конечно такая прикольная машинка а колесики-то какие малюсенькие меня тянет вот сюда почему я тут не пошел? в Сочи, да? на Сочи похоже денежку здесь надо заплатить вон он паровозик с той стороны и он поедет денежку заплатишь и он поедет машинка желтенькая ну ладно мы тут в галамарке и нас не хотят обслуживать написано кассу устала пройдите на соседнюю а где соседняя? город живет город движется во все стороны вправо налево мы ищем магазин купить вкусняшек как-то в гости с пустыми руками я так не умею ну как вкусняшек? все вкусняшки не только в пакете удивительно то что мне до сих пор Лена не позвонила ни разу не спросила где мы погода резко испортилась даже удивительно было нет я когда вышла от нее было такое солнышко и было так тепло вообще мы пока ходили по магазинам с Альбертом погода испортилась вообще в конец домой поедем наверное на последнем автобусе так какой номер квартиры дай бог памяти у нас 33 у них по-моему 34 если я не ошибаюсь сплела квартира адрес то ведь не называла куда мы идем дома можно понять вот адрес открывайте шире двери прикинь не тот номер квартиры в подъезде мы почему в подъезде мы за калиткой а что можно было сквозь калитку попасть в подъезд здесь видите какой заборчик домофон надо сначала на калитке закрывается сначала на калитке домофон набираешь а потом уже в квартиру тут камера стоит кстати не знаю работает она или нет Альберт Альберт не тот номер что ли? так как еще раз мы так мы такие так дальше лифт который везет только до восьмого этажа а на 9 этаж лифт не везет представляете вот так переезжать доехал только до восьмого этажа и все восьмой здесь только восьмой и девятый переехал так вот считай на девятый этаж и перевозить груды до восьмого считай довез а на девятый приходится уже пешком таскать да? представляешь? как всегда на переезжали хе-хе-хе-хе смотрите какие стороны я не люблю такие что? уже поэты селедка под шубой колбаска глаза уставшие замученные сейчас еще часик посидим и домой поедем кот где? убежал кот хотела кота показать смысл убежал куда-то домик у него убежал убежал играет там с сережкой с племенником в игры играют девятый этаж вид с девятого этажа на самом деле не кажется так высоко смотрите какая красивая картина это эти как это называется мозаика алмазная алмазная мозаика правильно я говорю часы часы красивые но я такой не люблю подстарина идет мася вот он красавица привет развал масяня 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 спрятался в домике вылезай подлой трус у нас тортик прощай фигура дshaw – Как тебе вид из окна? Комна нравится? хочешь такой же ко мне? тк так далеко видно что лилечка моя кушать захотела проголодался что ли я вот она была только что фиолетовая стала голубая снова фиолетовая или розовая розовая сейчас интересно как красивые такие шарики красная мне нравится я б себе такой не хотела хоть есть хоть есть домой поехали на сколько поедем на 8 15 или на 9 50 ой на 85 метро да там это мы если сейчас на 8 15 уедем полдесятого будем дома до все поиграл сережка мы не можем выйти домой домой уехать она ему вручила мороженого я не буду мне не надо не буду я она растает я его выброшу куда ты лопнешь двух мороженок блин не хочу смотрите как эти дочки стоят на подоконнике ой ладно все домой домой вкусно тебя вкусно накормили обогрели да вот прикольно кстати велосипедная и колясочные выжимай ты не наелся что ли наелся наелся на мороженку съем да неужели вторую тоже съешь но не часто она растает эту длину я не буду я наелась нет я наелся все 7 7 откройся мы хотим домой такая музыка как на вокзале да здесь для инвалидной коляски специально а дождь идет елки-палки блин мороженка у тебя все покроется капельками дождя а я в кроссовках этих розы не буду я не хочу неси он растает вот так надо в гости ездить накормили полюбили готовы были спать уложить мы отказались и мы едем домой в метро идем самокаты уже выставили прикольно да взял что я покатался я иду с мороженкой в руках фу я наелась вообще я всегда когда к ней приезжаю наедаюсь как слон причем я ем я даже остановиться не могу настолько всегда все вкусно вон там сфоткаться можно мы как-то с эльвер там фоткались он не работал но я не знаю он спит пишешься снизка он не спит мне это я не 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 альберт решил проверить салфеткой сколько здесь грязи метро ну-ка покажи мать моя женщина фу альберт фу да ой ты как чисто о 8 часов время домой вечереет как и стоит это здание заброшенное не как мне кажется не сносить не сносить не снести его нет это надо все в районе в районе в радиусе наверное двух-трех километров надо все закрывать чтобы снести да либо разбирать пытаться так либо ничего все у нас через 10 минут автобус и я рада что мы едем домой и я не менее рада что мы съездили и пообщались посидели а с гадалкой покушали вообще просто как-то я немножко отключилась отключилась от нашего города от вот этой суеты от этого постоянного беспокойства от замкнутого пространства все равно у меня ощущение что я находясь в нашем городе нахожусь автология находясь нахожусь в замкнутом пространстве и мне тяжело становится именно от того что вокруг меня ну скажем так в основном все люди знакомые вот поэтому надо все-таки выезжать надо общаться надо ходить куда-нибудь что ты туда смотришь просто камушки типа белоки ларьки как обычно на вокзале на любом вокзале наверное есть всякие эти ларьки наш автобус подъехал номер 513 13 мое любимое число я жду не дождут когда мы сюда приедем с чемоданами 1 июня чтобы сесть на поезд и уехать там полезно полезно у меня осталось 3 процента зарядки на телефоне выключится так выключится альберт сейчас идет и говорит я так грущу что еще говорит 3 года и мне 18 блин я замерзла как туцик ну что ты грустишь то не заболеть а? не заболеть ты не хочешь быть стареньким? нет ты считаешь что 18 лет это уже старость? ну это много уже что не пойдем за семечками? нет холодно мы в автобусе согрелись пригрелись и на улицу то вышли холодно сейчас таки приходим там целых холодильники готовлено заварено зажарено ты думаешь? да вряд ли я надеюсь хотя бы картошку то Артем нам отварил а че нам то? я сытая я тоже ты тоже себе ну себе то в любом случае она творит и нам тоже как то резко похолодало и то что мы все таки ехали согрелись вечер уже вечер да еще и дождь идет время почти 10 вечера погода испортилась вообще конкретно испортилась я думала что меня в автобусе вырубит нет нифига я сидела втыкала в телефон кстати да он всегда засыпает в автобусе всегда засыпает а в этот раз даже и глаз не сомкнул я сидела видела там спать хотела потому что это темно единственное это экран телефона слепила я втык все домой греться мыться и спать